Кто бы мог подумать, что обычная поваренная соль, которую мы используем на кухне каждый день, может дать ответы на сложные вопросы. Оказывается, мировое потребление соли напрямую связано с изменением атмосферного давления. Что это дает нам в понимании событий прошлого? Оказывается, потребление соли – это вовсе не прихоть гурманов. Она жизненно необходима человеку. Наша суточная потребность – 5-10 грамм. Если потребление прекратить, то наступают неминуемые последствия в виде упадка сил, нервных заболеваний, проблем с пищеварением, хрупкости костей, отсутствия аппетита и, наконец, смерти. Это потому, что недостаток соли организмом восполняется извлечением ее из других органов и тканей, то есть разрушением костей и мышц. Отчего же природа обошлась с нами так жестоко? Откуда наши дикие предки должны были получать соль, если доступной она стала относительно недавно? Еще несколько веков назад соль стоила очень дорого, поскольку редко встречалась в природе в пригодном к употреблению виде. Ее надо добывать. Только развивая технологии добычи соли, что заняло несколько веков, мы искусственно удовлетворили эту потребность. Но почему человек оказался лишенным необходимых для жизни ресурсов, хотя штатное состояние развивающейся экологической системы – это изобилие? Любое существенное ущемление приводит к задержке в ее развитии. И ладно бы речь шла только о человеке. Практически все травоядные птицы испытывают ту же самую солевую нехватку. Промышленность даже выпускает специальную кормовую соль для домашнего скота. Солью подкармливают лошадей, кроликов, морских свинок и попугайчиков. В дикой природе кабаны и лоси никогда не пройдут мимо приманки в виде куска соли лизуна. Несчастные звери так же, как и мы, страдают от недостатка соли, но в отличие от человека не имеют соледобывающей промышленности. Они лижут камни, роют грунт в поисках соленого и рады любым подачкам. Все говорит о том, что нынешнее состояние природы нештатное. Что-то явно изменилось в спокойном течении эволюции. Скорее всего, сама потребность в соли возникла не так давно в результате каких-то глобальных изменений на нашей планете. Иначе животный мир успел бы полноценно приспособиться к изменениям. Не лишним будет узнать, как на все это смотрит научный мир. А научный мир не видит никакой проблемы и просто пытается описать закономерности. Например, говорят, что соленость крови животных соответствует солености воды Мирового океана. Это обстоятельство было отмечено еще в прошлом столетии Бунге, 1898 год, который и высказал впервые предположение о том, что жизнь зародилась в океане, и современные животные унаследовали от своих океанических предков неорганический состав крови, столь сходный с морской водой. Теория океанического происхождения минерального состава внутренней среды была развита Маккелиумом, 1910-1926 год, который в доказательство ее привел многочисленные анализы крови различных животных. Эта теория получала на протяжении 50 лет все новое подкрепление, пока она не приобрела к настоящему времени ту степень вероятности, которая возможна для биологических построений, охватывающих отдаленные эпохи развития жизни. Физиологические механизмы водно-солевого равновесия. Геницинский АГ. По мнению ученых, соленость крови лишь имитирует древние условия обитания простейших организмов. То есть жидкость океана постепенно замкнулась во внутренних циклах организма и генетически сохранилась в таком виде. Наследниками тех древних организмов стали все современные животные. Оптимальная соленость крови приблизительно равна 1%, соленость же мирового океана сейчас в три раза выше. Это ученый мир вовсе не смущает, не отбрасывает же из-за пустяка такую красивую теорию, тем более что других догадок нет. Вот и договорились считать, что когда-то в далеком прошлом океан был именно 1% солености. А потом почему-то, неважно почему, просолился. В очередной раз подогнали реальность под свои домыслы. Но на протяжении 20 века вместо новых подкреплений теория океанического происхождения внутренней среды накапливала новое противоречие. Разрешением этих противоречий с целью защитить господствующую теорию в основном и занимались теоретики от биологии. Идея с кровью понятна, но кровь это межклеточная жидкость. А как же обстоят дела с внутренней жидкостью клетки? Оказывается, минеральный состав, соленость, внутри клетки всегда отличается от внешней среды. И резко отличается. В крови очень много ионов натрия и мало ионов калия. А в клетке все наоборот. И теперь биологи, по идее, должны продолжить свою мысль дальше. Согласно теории, в момент появления сложных многоклеточных организмов, вода океана была близка по составу крови. 1% солености, в том числе, очень много натрия и мало калия. То есть натрия больше, чем калия. Тогда и еще раньше, в момент зарождения одноклеточных, когда замкнулись трехслойные белковые жировые оболочки клеток, ионный состав мирового океана был обратным. Мало натрия и очень много калия. Вот об этом вы уже не услышите, потому что фантазировать про увеличение солености океана в три раза еще можно, а пытаться убедить людей в такой чехарде химического состава воды всей планеты очень сложно. Да и в количестве доказательств привести совершенно нечего. Одни домыслы. Таким образом, сегодня ученый мир успокаивает себя и все человечество несостоятельной теории океанического происхождения внутренней среды, притягивает за уши все, что туда не вписывается, и в упор не видит проблемы. Дескать, все правильно, все идет своим чередом. Теория слабенькая, основанная на маленьком частном случае сходства. Хотя даже о сходстве трудно говорить, когда показатели отличаются в три раза. Эта теория совершенно оторвана от общего взгляда на развитие планетарных экологических систем. Посудите сами. Пресноводные и сухопутные организмы сейчас находятся в постоянном состоянии нехватки соли, а морские организмы в состоянии его катастрофического избытка. Это большая проблема, и она решается каждым видом самостоятельно, как уж получилось. Кстати, совершенно невозможно описать все многообразие попыток выживания в этих экстремальных условиях. Зачастую способы приспособления настолько оригинальны, что диву даешься. И любопытно, что организмы используют при этом уже имеющиеся системы, нагружая их дополнительной работой по поддержанию солевого равновесия. Например, у человека это почки. Специальных систем еще просто не появилось. Простейшие одноклеточные организмы вообще не имеют сложных выделительных систем, но жить тоже очень хотят. Поэтому они решили вопрос просто и неудобно. Пресноводные одноклеточные непрерывно часто-часто дышат, выбрасывая из себя излишек воды, которая накачивается в них непроизвольно и постоянно с помощью осматического давления. Если они перестанут принудительно выбрасывать жидкость, то их немедленно разорвет внутренним давлением. А морские простейшие наоборот почти не выбрасывают жидкость, потому что излишняя соленость океана и так стремится откачать из них воду и сплющить. Вроде хорошо, не надо напрягаться, но это мешает избавляться от шлаков. Можно отравиться насмерть. Нормальной жизнью такое не назовешь, поскольку на приспособление уходит очень много сил. Есть черви, которые вынуждены существовать в водах с переменной соленостью. Это устья рек, впадающие в моря. Они вообще расписались в своей беспомощности бороться с разрушительными перепадами солености и выживают только за счет эластичности своих тканей. Когда приходит пресная вода, раздуваются, а когда возвращается морская, сморщиваются. Вот так и живут. Окончательно без потерь еще никто не приспособился. Процесс в самом разгаре, и сегодня ученые фиксируют регулярное вымирание некоторых видов. Природа продолжает терять разнообразие. Это пытаются объяснить плохой экологии. Но подобное происходило и в 18 и в 19 веках, когда человек практически не влиял на климат и загрязнение. Так что налицо общепланетарная нештатная ситуация, как говорят военные. Разумеется, современная научная теория не в состоянии объяснить, как могла на протяжении миллионов лет развиваться и процветать экологическая система планеты, имея такие проблемы с осматической совместимостью среды обитания и живыми организмами. Считается, что чем больше возникает проблем, тем быстрее развивается экологическая система. Мы рассматриваем как раз такой идиотский случай. По-русски это звучало бы так. Чем больше палок в колеса воткнуть, тем быстрее телега покатится. Глупости, конечно, но взрослые люди с научными степенями всерьез говорят о том, как о стимулировании движения. Сейчас все с ног на голову поставлено. Если с позиции конца 19 века теория океанического происхождения внутренней среды и могла считаться прогрессивной, то сегодня это уже неприемлемо низкий аналитический уровень, заскорозлость и нежелание выйти за рамки традиционных представлений. Для начала разберемся с осматическим давлением и его ролью в выживании организмов. Самое главное, для чего нам нужна соль – поддержание осматического давления. Это очень простая и интересная штука. Представьте себе емкость, разделенную перегородкой с мельчайшими отверстиями. Она пропускает молекулы воды, но ионы натрия и хлора, растворенную соль, задерживает. Именно такими свойствами обладают мембраны клеток. Если одну часть емкости заполнить соленой водой, а соседнюю – пресной, то через некоторое время уровень воды в соленом отделении самопроизвольно поднимется, а в пресном настолько же опустится, как будто воду из пресного отделения перекачали насосом в соленое. Это происходит потому, что вода стремится разбавить насыщенный соленый раствор и выровнять концентрацию в обоих отделениях. Мембрана пропускает только воду, ионы соли не могут попасть в пресное отделение. И процесс идет в одну сторону. Так возникает осматическое давление, своеобразный соляной насос. Почему это происходит, внятного научного объяснения нет. С помощью насыщения ионами соли меняется мерность межклеточной жидкости. Каждый ион искривляет вокруг себя пространство. Их суммарное действие и дает такой перекос. Возникает это самое осматическое давление, как перепад мерности. Мы занимаемся изменением мерности постоянно. Посыпаем дорогу солью, изменяем мерность пространства в объеме дорожного покрытия и, как следствие, понижается температура кристаллизации воды. Вокруг лежит зимний снег, а у нас на дороге весна. Обыкновенное чудо. Или, скажем, берем свежие огурцы, кладем их в стеклянную банку и заливаем рассолом с концентрацией соли более 30%. При этом мерность соли рассола настолько велика, что попавшие в пространство банки бактерии не могут сопротивляться осматическому давлению. Они сморщиваются и погибают. А раз кроме них некому портить наши огурцы, то деликатес сохраняется надолго. Упрощенно в организме соляной насос работает так. Если межклеточная жидкость избавляется от лишних ионов соли и становится более пресной, то в клетку накачивается определенная порция жидкости, чтобы опреснить ее и выровнять перепад мерности. Собственное внутреннее давление клетки при этом, естественно, несколько повышается. Она как бы надувается, и это происходит, пока не наступает равновесие всех сил. Если межклеточная жидкость насыщается ионами соли, становится более соленой, насос включается в обратную сторону. Из клетки выкачивается часть жидкости. Внутреннее давление клетки падает и она как бы сдувается. Важно понимать, что колебания давлений внутри клетки допустимы только в небольших пределах. Интересен такой научный опыт. Если эритроциты поместить в солевой раствор, имеющий одинаковое астматическое давление с кровью, то они заметным изменениям не подвергаются. В растворе с высоким астматическим давлением – пересолом – клетки смарщиваются, так как вода начинает выходить из них в окружающую среду. В пресном растворе эритроциты набухают и разрушаются. Это происходит потому, что вода из раствора с низким астматическим давлением начинает поступать в эритроциты. Оболочка клетки не выдерживает повышенного давления и лопается. В предыдущем опыте при постоянном атмосферном давлении менялась соленость раствора. А теперь мы будем менять атмосферное давление при постоянном составе раствора. Снова поместим те же самые эритроциты в раствор, соответствующий обычной на сегодня солености крови 0,89%. С ними, конечно, ничего не происходит. Но если мы засунем это все в барокамеру и значительно понизим атмосферное давление, то клетки набухнут и полопаются. Ведь их внутреннее давление станет гораздо выше внешнего. Другого механизма выравнивания давления, кроме соляного насоса, природа клеткам не дала. Избежать гибели клеток в условиях пониженного атмосферного давления довольно легко. Нужно просто подсолить раствор. Заработает соляной насос и откачает из клеточных оболочек часть жидкости. Клетки не разорвутся и будут жить долго и счастливо, если только вовремя подсаливать межклеточные жидкости. Этот эксперимент показывает, что если бы ученые не рассматривали атмосферное давление как постоянное, то сразу бы заметили, что от него напрямую зависит соленость крови. Сейчас считается, что постоянная соленость крови – это обязательное явление для всех организмов. Так оно и есть, но только пока атмосферное давление не изменилось в несколько раз. Интересно, что в рамках водно-солевого баланса такая возможность биологами не рассматривается, хотя речь ведется о сотнях миллионов лет эволюции. Если они допускают, что такая инертная среда, как вода мирового океана за это время меняла свою соленость в несколько раз, тогда логично допустить, что атмосферное давление менялось намного больше. Все описанные выше осматические процессы гораздо сложнее. Действительно, и мембраны клеток пропускают некоторое количество ионов, и работают активные химические насосы типа натрий-калий-атфазы, которые принудительно переносят ионы металлов через оболочку клетки. Да и вода при проникновении через мембрану из-за жировой прослойки между белковыми оболочками клетки. Обязательно надо учитывать, что внутреннее давление клетки – тургор – всегда больше, чем внешнее, для поддержания упругости. У животных это примерно одна атмосфера. Но по сути, все это не столь значительно влияет на водно-солевой баланс. И опыт с эритроцитами тому пример. Все эти факторы лишь вносят свой вклад в состояние равновесия. Организм человека – это жесткая колония клеток. Практически каждая клеточка нашего организма подобна тем подопытным эритроцитам. Она окружена межклеточной жидкостью и в полной мере испытывает на себе атмосферное давление. Именно атмосферное, а не артериальное, поскольку последнее сильно падает при проталкивании жидкости через капилляры. Конечно, тело человека в целом – это более прочная конструкция, чем отдельная клетка. Имеется каркас из костей и прочные покровные ткани. Поэтому мы способны к большим, но сравнительно кратковременным перепадам давления. При нырянии на глубину более 100 метров нырящики испытывают давление воды более 10 атмосфер. И напротив, в одном из отчетов НАСА был описан эксперимент с пониженным давлением, проведенные над обезьянами, условно человеком. Животные помещали в барокамеру и понижали давление до вакуума. Оказалось, что наши организмы обладают прочностью, позволяющей при этом еще 15-20 секунд совершать осмысленное действие. После этого наступает потеря сознания, а через 40-50 секунд из-за кессонной болезни разрушается мозг. Однако наш запас прочности не спасает при длительном воздействии пониженного давления. Начинают разрушаться обменные процессы. Давление межклеточной жидкости, обычно близкое к атмосферному, становится ниже нормального, а в самих клетках оно по-прежнему высокое. Организм начинает регулировать осматическое давление, подсаливать кровь, противодействуя перекосу. Теперь для того, чтобы клетки не испытывали разрушающего внутреннего давления, требуется, как в нашем опыте с барокамерой, увеличить соленость межклеточной жидкости. И поддерживать этот новый уровень необходимо постоянно. Нужно больше соли, чем содержал наш прежний рацион питания. Наш организм за этим строго следит, отслеживая сигналы внутренних датчиков. Мозг подает сигнал «хочу соленого». Если не пойдешь ему навстречу, он достанет эту соль из всех тканей, откуда только возможно. Проживешь недолго и несчастливо. Крайне интересно, что осматическое давление лишь на 60% создается ионами соли. Остальные участники этого процесса – глюкоза, белки и т.д. То есть сладкое и вкусное. Вот разгадка нашей вкусовой основы. Человек любит сладкое еще и потому, что эти вещества дополняют механизм противовеса пониженному атмосферному давлению, помогают соленому насосу работать. Они нам также необходимы, как и соль. И опять же, все животные, которые страдают от недостатка соли, также очень любят сладкое. К счастью, сладкое в природе более распространено – это фрукты, ягоды, корни и, конечно, мед. Организмы животных, как и человека на нашей планете, приспособлены к жизни в условиях большего атмосферного давления, чем мы имеем сегодня, 760 мм ртутного столба. Насколько оно было больше, подсчитать сложно, но по оценкам не менее чем в полтора раза. Однако, если взять за основу тот факт, что астматическое давление плазмы крови составляет в среднем 768 кПа 7,6 атмосферы, то вполне вероятно, что изначально наша атмосфера была плотнее в 8 раз – около 8 атмосфер. Как это не дико звучит, но такое возможно. Ведь известно, что давление в пузырьках воздуха, которое содержит янтарь, составляет по разным данным от 8 до 10 атмосфер. Это как раз отражает состояние атмосферы на момент застывания смолы, из которой янтарь образовался. В такие совпадения поверить трудно. Приблизительно понятно и когда именно произошло падение плотности атмосферы. Прослеживается это отсчетом назад индустриальных достижений человечества по добыче соли. Последние 100 лет ведется централизованная промышленная разработка нескольких крупных месторождений. Выручила нас применение тяжелой карьерной техники. 300-400 лет назад прирост добычи соли дала реализация технологии выпаривания морской воды, либо рассола из подземных скважин. А все, что было ранее, например, ручной сбор в открытых солончаках или пережигание растений можно назвать низкоэффективным началом рождения технологии добычи соли. За последние 500-600 лет эта технология развивалась гораздо быстрее, чем уже устоявшиеся кузнечная, гончарная и другие, что говорит о ее недавнем рождении. В эти сроки хорошо укладываются соляные бунты начала 17 века, когда соль стала равнозначной выживанию. До этого века такого не наблюдалось. По прошествии времени с развитием технологии спрос удовлетворялся, острота соляного опроса уменьшалась, и далее мы уже не видим таких массовых волнений на предмет соли. То есть существенное падение плотности атмосферы могло происходить в 15-17 веках. Редактор субтитров А.Семкин